Расчистка только началась, но уже интересные находки. Под палящим солнцем, в пыле и в грязи докапываться до истины в прямом смысле. Вот уже восьмой месяц дагестанские археологи проводят изыскания в Каякенском районе. Экспедиции из восьми человек здесь изучают остатки древнего поселения Эски-Юрт. Городище татируется первым восьмым веками. Находилось оно на маршруте Великого Шелкового Пути вблизи Дербента, бывшего важным экономическим центром еще в древности. Любые археологические находки, их ценность в том, что они находятся в определенном комплексе, в закрытом. Тогда мы можем понимать всю их суть, подоплеку, что они нам несут, какую они нам несут информацию. История здесь археологами собирается буквально по крупицам. Каждая очередная находка и повод для радости и новый объект для научных исследований. Найденные здесь артефакты ученые делят на три категории. Предметы быта, древней цивилизации, украшения и оружие. Все они после подробного изучения станут лузейными экспонатами. Какие из них наиболее ценные? Для нас все ценные. Здесь есть находки, которые показывают связи в древние времена, в частности, 2-5 века нашей эры, связи с другими регионами. Яркие показатели, допустим, халсидоновые бусины, которые у нас в Дагестане отсутствуют. Месторождения нет, неизвестно, то оно попало уже из дне. Скорее всего, это из территории Ирана. Проблем у археологов хватает. Иногда возникают финансовые вопросы. Часто приходится сталкиваться и с нехваткой молодых кадров. Однако самое главное, что волнует сейчас ученых, это разграбление памятников. Число черных археологов, как отмечают специалисты, просто катастрофическое. К сожалению, не до многих людей доходит важность и ценность нашего исторического наследия. Иногда, зачастую, сюда приезжают из других регионов России специальные искатели со специальным оборудованием и просто-напросто вандальски разрушают археологические памятники. Самое последнее время, что обидно, наши местные дагестанцы тоже начали заниматься этим и буквально своими же руками разрушают историю своих предков. Любой осколок – шедевр. Каждый артефакт уникален. Как из этих черепков получился кувшин, так и из малых археологических находок складывается большая история. Без этой науки наше прошлое оставалось бы темным. Один из интересных комплексов, который мы обнаружили на могильнике, находится под огромным камнем большого размера и огромного веса. Под ним находится несколько погребений. Пока мы на стадии изучения этого всего, на стадии расчистки, но будет интересно увидеть то, что находится под ним. Наверняка будет неограбленное, достаточно яркое представительное погребение. Археология – это призвание, говорит Аскер. Некоторым может показаться, что профессия – это романтичное и веселое. Мол, в лагерь сездил в компании единомышленников, пообщался, что-нибудь раскопали и все. А серьезно заниматься профессией – это значит изучать литературу, историю и вообще быть широко образованным человеком и не бояться трудностей. Ну а свой профессиональный праздник дагестанские археологи проведут, что называется, в поле, открывая новые тайны древних цивилизаций, которые и не подозревали, что будут представлять интерес для далеких потомков. По тематам Анапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каякенский район.